Думаю, раз вы здесь, вы, как и я, любите посчитать чужие деньги. Да, 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 мы любим! Сегодня мы разберемся, на чем зарабатывают стримеры, сколько платит казино и сколько может зарабатывать стример с тремя тысячами среднего онлайна. Самое главное в бизнесе — честность. Никогда не забывайте, откуда мы. Спасибо, Шарф. Вообще, стримеры — одни из самых закрытых людей в плане заработка. Различные ютуберы, тиктокеры, инстаграмеры легко раскрывают сумму интеграции, сколько стоит их сторис и так далее. Стримеры же стараются избегать данной темы. И когда аудитория спрашивает их про заработки, они чаще всего показывают донаты и сапки, которые и так не особо скрыты от зрителей. А как раз-таки о рекламных... Нет, суть в чем? Суть в том, что когда ты что-то рекламируешь, ты подписываешь документы. И в документах есть штучка такая о неразглашении. Условно, ты можешь эту тему избегать, говоря примерно, говорить там больше или меньше от определенной суммы, которую тебя спрашивают, но все равно. Не знаю, многие люди просто не любят о своем доходе говорить, и я в том числе. 150 тысяч в месяц я зарабатываю. Может даже побольше. В интеграциях, которые приносят основной доход, любят умолчать. Это не должно интересовать людей. Людей должен интересовать свой заработок, а не чужой. От того, что я скажу. Ну давай я скажу, я зарабатываю 100 миллионов в месяц. Для начала давайте разберемся, с чего вообще... Пиздеж. Фотожаба, я не зарабатываю столько. В первую очередь, это доход от сторонней рекламы, которая составляет основу дохода... Квартира за 180к? Я 30 тысяч у папы занимаю. Потом идут донаты и прямой доход от Твича. То есть сапки и встроенная Твичовская реклама. Донаты и вот этот, это самый... Для популярного стримера это самая маленькая категория вообще донат. Это самая маленькая категория заработка денег. Я вам так буду говорить, честно или нечестно. Эхо, ребят, ну я просто смотрю не в наушники. Ну давайте я наушники надену, похуй уже. И реклама в других социальных сетях. Начнем. Не пизди, увешники 300к в месяц донатов. Я говорю, у популярных стримеров это маленькая категория для тех, у кого есть реклама там белая и так далее, у кого много онлайна и много просмотров. Для маленьких стримеров, естественно, основа это донаты. Потому что когда я начинал стримить, мне с первого месяца у меня было... Первый месяц мне донатили 1050. И дальше всегда было как будто больше. Причем с того, что проще всего посчитать и что сами стримеры не особо скрывают. Это донаты и доход напрямую от Твича. Итак, доход напрямую от Твича. Он состоит из сабок, битцов и рекламы, которую Твич напрямую в стр... Если что, да, 0 рублей или 0 копеек, я держу в курсе. Стример из России не может вывести деньги, которые у него есть на Твиче. Поэтому про это можете забывать, это можно даже минусовать. ...страивает в трансляции. Существует два типа партнерских соглашений с Твичом. Партнерка и... То есть сабки, если кто-то покупает сабки и дарит, то это для стримера нет дохода для стримера больше. Ну, из России, опять же. Компаньонка. Для компаньонки вам нужно набрать 50 фолловеров на канале и 3 человека среднего онлайна. Для партнерки же нужно набрать уже 75 человек среднего онлайна. По факту для заработка вам достаточно и компаньонки, так как она уже позволяет подключить платные подписки и добавить свои спайлики на канал. Стоит также понимать, что половина вашего заработка будет забирать Твич. Ну или если вы супер популярный стример, у которого более 10 тысяч онлайна, Твич может забирать 30%. Однако вывести деньги с Твича можно будет только тогда, когда накопится пороговая сумма в 100 долларов. А сейчас, из-за различных санкций и ограничений, в принципе, выплаты русскоязычных стримеров заблокированы. Слушайте, мне интересно посмотреть, сколько за год у меня накопилось на Твиче денег, которые я не могу вывести. Как это посмотреть? Мне кажется, там... Них... Я не знал даже, блядь. Какой курс долларов? Не, не так много. Не так много. Я почему-то думал, что там, типа, меньше 1000 долларов. Пятачок имеется. И потом, если все станет хорошо и выплаты разблокируют, они разово получат большую котлету... 5 рублей. ...с месяцами. Есть сайты, которые якобы показывают количество платных сапов на канале. Я не знаю, как они считают, но я заходил к американским стримерам, у которых количество сапов показывается прямо на экране, и ни у одного из них эта цифра не совпала с цифрой на сайте. Битцы в СНГ, в принципе, почти никто не юзает, поэтому их можно просто отмести. Чтобы понять доход стримеров с этого источника, достаточно посмотреть на слив данных, который произошел как раз незадолго до... Никаких сливов данных. Я думаю, этим цифрам можно доверять, так как их опровнул сам братишкин, который тоже был слит. В курсе по поводу того, что твич ломанули, довольно прикольно. Слушайте, ну вроде как бы доход совпадает. Вроде бы он совпадает. Я так посмотрел у америкосов, сколько там они дохода получают при меньшем онлайне. Я че-то под... Да тут с чего на... Что? Это за год? Да у меня за полтора года... И сколько? За год с хуй месяц... Четыреста тысяч. Получают при меньшем онлайне. Я че-то под... Если что, это цифры за три года стриминга. А, тогда вполне возможно, да. Тогда вполне возможно. Ну, сейчас и поактивнее, мне кажется, и сапки и все. Я сможет вывести деньги или нет? О, конец 21-го года. Ну и вот вам парочка стримеров, которые либо открыто, либо случайно показали свой доход на стримах. Триста восемьдесят долларов. Пятьсот. Четыреста девяносто восемь. Откуда деньги? А, сто сорок. Сука. Плюс сто тридцать. Деньги, аааа. Деньги, деньги, деньги. Ставьте что-то говорить. Деньги, 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 деньги. Чужие деньги. Я могу заполнить документы из статической рекламы, но мне впадло это делать, потому что постоянно будет показываться реклама. Тогда я буду зарабатывать двадцать две тысячи долларов в месяц. Если я это заполню. А здесь вот такая сумма. Если вам интересно. Двадцать две тысячи долларов в месяц? Вот я получал три тысячи долларов, когда у меня средний онлайн был сорок тысяч. Сорок тысяч средний онлайн был. Максимальный онлайн был семьдесят тысяч. Пиздец у меня клип, блядь, Сева Элф, десять тысяч просмотров. Йеги, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, это что за деньги? Это я не видела их. Ну то, что вот тут, блядь, 91 доллар, вот тут 69, вот тут 116, и вот тут 765 долларов. Это вот когда монетизацию отключили на стримах. Вот, 765 долларов, прикиньте. Спасибо большое за сапки, но уже их нет смысла дарить, потому что их 5600. Кстати, самое интересное, проверить, сколько я заработал. Десять зеленых лежит, но нельзя взять. Теперь про донаты. В отличие от твича, Donation Alerts, Донатики, донатики. Собирают всего 7%. А если же сумма донатов за месяц превышает 100 тысяч... Киньте донат, пожалуйста. ...в тысяч рублей, комиссия вовсе снижается до 5%. Что можно сказать сразу, так это то, что донаты почти никак не зависят от онлайна на стриме. Условный фреймтеймер может зарабатывать сильно больше того же парадея, чем имея почти такой же онлайн. Однако его разговорно-психологические стримы строятся на общении с аудиторией, и многие приходят туда с конкретным вопросом и хотят получить на него ответ. Также отдельно можно выделить стримеров, у которых за долгое время сформировалось своё комьюнити, которое регулярно их поддерживает. К таким стримерам можно отнести Хесуса, Братишкина, Хелл Е, Пятёрку и множество других стримеров, которые ведут свои трансляции уже далеко не один. Так, теперь заходим в Донейшн Аллердс. Let's go. Вот, заработал за стрим. 715 рублей. А вот, за, получается, за 20 дней, вот меньше, чем заметить, за 20 дней мне донатили 210 тысяч. А за прошлый месяц 205 тысяч. Ну, мне кажется, вот стабильно у меня вот около 200 тысяч донатов в зависимости от количества домашних стримов. А как посмотреть, сколько у меня всего за донатили? Можно как-то? Это правда или это неправда? Яси. 6 миллионов 796 тысяч. Я стримлю с 3 июля 2020 года. 3 года я стримлю. Ну, вот мне понадобилось 3 года стримерства, чтобы с донатов купить Ешку 63-ю. Но я не купил. Этих денег нет. Эти деньги на жизнь. А если это разделить на количество месяцев? Условно 36, плюс-минус. Ну, давай, на 30. Ну, да, вот 200 тысяч в месяц. 223 тысяч. Примерно так и есть, да? 1 год. В этом моменте, где стримеры сами рассказали про свой доход с донатов. А! Хуя! Хуя та. Меньше, бля. Мамаха, как за месяц. Хуя! Хуя! Покопал! Хуя я покопал! Тебе за месяц закинули восемьдесят тысяч. Это за месяц восемьдесят тысяч закинули. Да у Строго денег я ей, б***ь, он поднял со всей этой хуйки. У Строго по-любому тридцать пятьдесят лежит на крипте. Ну, мне так кажется. Лёха, четырнадцать лямов на донатах заработал. Это фейк была цифра там. Это фейк. Какие четырнадцать лямов вы чего? Не-не-не, это фейк, я вам серьёзно говорю. А, это шесть миллиардов. А, нет. Это вот сколько, сколько вот я донатил? Почти за три года семь миллионов. С донатов. Парадич говорит, что у меня донатят, б***ь. Привет, Лёш. Ебать, стримеры зарабатывают. Я себе. Да это вообще, это так тебе. Есть, одиннадцать дней. Это одиннадцать дней. Теперь давайте поговорим о стороне. Под каждым стримом можно найти почту, на которую они пишут со своими предложениями. Однако сами стримеры стараются максимально сильно срывать... Лёшенька лучший. Светка, спасибо! ...суммы этих партнёрств. Единственное, что все стримеры в один голос говорят, что самый жирный рекламодатель, который у них был, это Raid Shadow Legends. Они заходили и разово скупали весь твич, и стримеры из кожи вон лезли, лишь бы набрать нужное количество рефералов. Raid Shadow Legends это золотые времена, ребят, Raid Shadow Legends там... Не, когда, наверное, давным-давно, для меня, тогда, когда у меня был очень маленький онлайн, тогда да, они платили больше всего, и ты типа... Тебе приходит эта котлетка, и ты в ахуе. Но у меня никогда не было такого, чтобы они, там, блядь, ну, чересчур большие суммы. У меня были гораздо большие офферы, чем Raid Shadow Legends. ...стримерам, как зарк, по полмиллиона платили. Вот мой момент, где Shadow Keck... Это да лох... вообще, нахуй. Мне меньше платили. ...подробно разложил, сколько может зарабатывать стримеры с тремя-четырьмя тысячами онлайна от сторонних рекламодателей. Условно говоря, вот я посчитаю сейчас. 3000 онлайна тебе зайдет, например, БК, который тебе заплатит за месяц примерно 300-400 тысяч в месяц тебе она, возможно, заплатит. Два сайта, один краш, второй кейс. Это еще, наверное, одна интеграция, это где-то, ну, наверное, 25 за одну, за 10, это примерно 250. Ну и также, типа, либо другой сайт, второй, это типа еще плюс 250. То есть 500 плюс 300-400, то есть, типа, если у тебя... И плюс один раз в месяц белая реклама. Вот представь, у тебя на 3-4 тысячи онлайна будет примерно миллион-миллион-триста заработков в месяц. Подытожим. Стример, который имеет 3-4 тысячи среднего онлайна и регулярно ведет свои трансляции, может зарабатывать от одного до полутора миллионов рублей. Типа себе, нет, не от одного. Как, в зависимости, как повезет. Давай так, от 200 тысяч, это если вообще, типа, п***ь, хотя нет, даже от нуля, п***ь, от донатов может не быть рекламы вообще. До, конечно, больших цифр, но если у тебя 3-4 тысяч онлайна, ну, наверное, до... Прям самый-самый жир, наверное, это полтора миллиона, мне кажется, это... Это вот в лучшем случае. Теперь давайте про Казик. В самом начале, когда первые стримеры только начинали его брать, это было чем-то зашкварным, и зрители осуждали такую рекламу. Леб, спасибо большое. В этом моменте стал крутить абсолютно весь твич, и стримеры стали приводить все это в шутку, называя Казик, Бурмулдой и Чугундой. Дела с выплатой... Я недавно словила паничку. ...обстоят тут еще попроще. Многие стримеры говорили, что деп, который выдается им на стрим, это и есть оплата за рекламу. Да. И глядя на эти цифры, у меня нет оснований им не доверять. Вы же видите, ребята, вы же видите оплату теперь, мужики. Вы видите четкую оплату деньгами. Как они запускают, вот стримеры фрики запускают, там деп 400 тысяч. Это оплата за рекламу, вы понимаете? За один стрим, за два часа. Начинать доход с Казика можно просто умножив деп на количество стримов. По факту иногда стример сливает весь деп в ноль, а иногда выводит в пять раз больше. Поэтому, я думаю, можно брать сумму депа за средний статистический показатель. После волны банов Казик почти полностью пропал свеча. Однако многие стримеры перешивали на ютуб и неплохо там себя чувствуют. Тот же злой, который получает деп по 12 тысяч долларов, или Косвич, который зарабатывает за стрим от 200 тысяч рублей до миллиона. Возьмем средний деп 400 тысяч рублей, умножим на 30, потому что стримит Костя каждый божий день, и получим небольшую сумму в размере всего 12 миллионов рублей в месяц. Все копейки ее было. С помощью Казика было избежание налогов. Теньги с него можно было вывести напрямую на крипту, потом обналичить, и спокойно платить. Я таким не занимался. И самый кайф еще, что есть... Ну, это такая, не знаю... Можно рассказать, не знаю... Про то, что ты с выигрышей налог не платишь. Это кайф. Ну... Тема еще. Ну и под конец давайте послушаем общий заработок некоторых топовых стримеров, которые сами его отзвучивали. А можно знать, сколько у тебя стоит реклама баннера на стриме? Ну, просто если баннер вешается, то два ляма. А баннер вешается на какое время? Месяц. На миллион? Не, ну, может, неделю там, я не знаю. А, хорошо. Смотря сколько голосовых упоминаний, то есть... Я в ахуе с цифр бустера. Я просто в ахуе. Как же он продается? Ну, в плане, как же он хорошо продается? Это вообще пи***ц. Эти вот цифры, они... Ну... Ему платят за то, что он бустер. Поняли? Вот такая тема. Не высчитывая KPI, типа, мне кажется, независимо от того, сколько просмотров. Это просто пи***ц. Два миллиона за баннер, это просто пи***ц. У меня ни разу не было рекламы, которая не просто баннера, типа, голосовой интеграции, размещения на месяц. Которая стоила бы два миллиона, ни разу. Хе-хе, просто баннер повесить, б***ь, два ляма. Я в ахуе! Хорошо, ну давай так, два ляма в месяц, окей, баннер. А сколько у тебя баннеров на стриме? Ну, максимально 16 было. 16. Ну, это такой рекордный месяц. Сколько ты мог в пике в месяц заработать? Не будем говорить, сколько ты сейчас зарабатываешь. Сколько у тебя был пиковый период, пиковый месяц? Вот. Честно, в пике, ну, за месяц я мог заработать миллиона два рублей. Че? Б***ц. Хуяси! Самый большой доходный у меня месяц был. Я, чтобы ты понял, на тот момент стримил два месяца. Мне тогда, я там сумма прилетела. Я, ну, типа, до сих пор не могу говорить, сколько мне заплатили. Ну, ляма 2-3 было, да? Ну, примерно. Ну, возможно, чуть побольше. Ебать! Спасибо! День рождения. Ой, братан. Актерище на кореши? Ну, я ваху, что, типа, ну... Это не сильно... У меня с Гуакамоли не сильно большая разница в пике, сколько я зарабатывал за месяц. Но в плане, типа, медийки онлайна, мне кажется, в плане просмотра, типа, у меня повыше, чем у Гуакамоли. Но, говорю, ну, тут реально очень много чего. Я... Мы мало, блядь, зарабатывали в пике, когда были хозяева. Мы реально очень художные. Продавались. Поэтому, да. Ну, 1700 в рублях в месяц. Ну, кстати. Не, я могу сказать самый жирный месяц, который у меня был. Скажи самый жирнющий месяц. Ну, в районе 20. Да, блин, я не помню. Слушай, ну, может быть... Где-то в районе 5. Не забывайте подписываться на канал и пишите в комментариях, что вы думаете о доходах стримеров. Не знаю, сколько у меня был самый жирный, но ощущение, что, типа, 2-3 миллиона. Да, когда такие цифры слышишь, просто обосраться можно. Именно в доставочке еду вожу за 9 часов, 3,5-4К получаю. Под валямо за баннер, как бальзам на душу. Аноним, спасибо тебе большое. Да, я представляю, что у людей, которые мало зарабатывают, я представляю, какие реакции они... Ну, типа, для кого-то это злостная хуйня, сразу же агрессия начинается. Для кого-то это сильная мотивация без агрессии. Мне когда было 15 лет или 14, я увидел ВКонтакте у Бивиса, в его группе. Бивис это ютубер, для тех, кто не знает, может быть, есть такие челы, которые не знают совсем поколение, типа, ТикТок. Те, кто знают, все должны знать, типа, Сахар, Бивис. У него в группе была колонка такая с рекламой, я захожу туда. Рекламная интеграция, типа, там, до минуты в начале ролика, или там сколько-то, там, 40 секунд. 60 тысяч рублей. И я сижу вот на... просто остолоп... Вот так вот сижу и читаю это 60 тысяч рублей и понимаю, блядь, что я не так в этой жизни делаю. Сука, 60 тысяч в начале... просто начало в своем видео 60 тысяч рублей, блядь, вообще пиздец. О, нихуя, у меня Golden Virgin. Я извиняюсь. Субтитры сделал DimaTorzok